Изначально даже не было понятно, что про это нельзя говорить. Нас из-за этого люди и смотрели всегда, потому что мы шутили всегда про такие вещи, про которые многие боялись шутить. Каждый день выходили новые правила, что нельзя. Я не могу выступать, мне пока тяжело. Я так странно себя чувствую, я живу же в этом доме, получается, как гость в своем доме. Большинство комиков России никогда не шутили о политике. Но когда началась война, зрители стали требовать от них высказаться. Многие сохранили молчание. Как шутить теперь в условиях жесточайшей цензуры? Часть артистов, опасаясь потерять творческую свободу, покинула Россию. В их числе Ариана Лалаева и Гарри Каганисян. Переехав в Грузию, они вместе с другими комиками начали давать благотворительные концерты в поддержку Украины. Так вот я уехала из России, как вот этот вот, этот жук. Изначально же не было понятно, что про это нельзя говорить. Вот не было такого. Для меня это стало удивлением, когда мы начали выкладывать какие-то посты и чувакам, кто работает чуть-чуть уже, ну, в другой. Как бы другими людьми им начали звонить и говорить, что так нельзя. И для меня это просто было шоком. Я так, а почему, почему войну еще и войной нельзя называть? И каждый день выходили новые правила, что нельзя. Это реально обновлялось каждый день. И первое время ты чуть-чуть подстраивался, а потом думаешь, да ну нет, это уже чушь какая-то. Потом было это антивоенное письмо, которое мы все подписали. Много редактур это письмо прошло, чтобы максимально, наверное, не попасть ни под что. Но все равно попало и посыпались угрозы какие-то из-за него. Многие просили убирать свое имя оттуда. И в итоге, по-моему, оно просто было скрыто. У нас в чате пошел какой-то слушок. Я не знаю, насколько это достоверно, но в той ситуации ты все воспринимаешь за чистую монету, что кто-то с Лубянки это увидел. И на каждого, на каждую фамилию. А там было много, по-моему. Чтобы не соврать, ну больше ста, по-моему, было фамилий. На каждого сейчас будут шить дела. Ты понимаешь, да, скорее всего, это вброс, чтобы просто не вякали. А потом я думаю, так, если сейчас это реально будет, а как я уеду? Я не уеду никак. Надо скорее это делать. Пусть шьют, но надо успеть до этого момента. Это вот один вид угроз. Второе, это просто социальные сети. Это тоже для меня было удивлением, потому что изначально ты живешь в своем каком-то вакууме понимания мира. И я думала, ну все, все согласны с тем, что это плохо. Потом сыпятся всякие сообщения от разных аккаунтов. С, не знаю, кто там у них на аватарках. Орел двухглавый и все такое. И они тебе пишут, что я там тот-то, тот-то. И вас всех сейчас порешают скоро. Заткнитесь туда-сюда. Понятное дело, что это тоже ерунда. Но когда это одно за другим, и срабатывает вот этот вот накопительный эффект, и ты вообще уже не выдерживаешь чисто по нервам. Ну и то, что я еще была свидетелем того, как звонили ребятам. Мне постоянно звонили с угрозами. И первый раз, когда я проебался и взял телефон с угрозами, это такая тупая хуйня. Мне звонит телефон. Я беру трубку, говорю, алло. Они говорят, Данил Алексеевич? Я говорю, да, это я. Они говорят, мы вам звоним по поводу вашего Мерседеса. Я такой, интересно, что там, хуй. Может, колеса зимние, хуй, приехали. Она говорит, мы вам очень советуем забронировать стекло, потому что будете ездить по Питеру, мы вам его прострелим на хуй. И я такой, а вы ошиблись. Прикиньте, какая тупая хуйня. Ситуация складывалась так, что ты понимаешь, что делается все, чтобы ты в итоге вообще ничего не делал, молчал, делал вид, что ничего не происходит. У меня просто выступления были в первые дни, это трудно было. Это я прям вот в таком, в коматозе выходил. У меня есть родственники там, и они мне писали, что выкладывай посты, ну, больше, молодец, выкладывай еще. Вот у нас недалеко в дом попали и присылают фотку, где в доме просто там, я не знаю, просто фотографии домов, которые во время войны показывают. И в этот момент меня на сцену объявляют выходить. Я вот так вот для московской публики выходил, которым вообще плевать, и которая вообще именно такая мажорская аудитория, и было вообще очень сложно. Я потом уже где-то 4 дня повыступал, или 5, когда у меня были именно афишные мероприятия, и потом я сказал, я не могу выступать, мне пока тяжело. К сожалению, в тот момент, когда установилась некая монополия на комиков у «Газпром-медиа», чуть-чуть сломался вот это вот отношение, там, подчиненный руководитель, потому что эта корпорация, она лезет во внутренние дела человека, который работает на него. То есть, если ты работаешь на эту корпорацию, ты как комик просто должен выполнять свою работу как комик. Не выполняешь работу – окей, тогда тебя увольняют. Именно лезть в право высказываться, в право что-то делать, в право говорить, по сути, такого же быть не должно, но это происходит. И эти как раз мужчинки, наверное, наверное, может, они мужчинки, не знаю кто там, они как раз пользуются тем, что вот установилась такая очень зависимая иерархия, и они давят как только могут. В этом и, как сказать, в этом и сила независимых комиков, что мы как раз-таки только сами за себя, только свои какие-то эмоции можем транслировать и позиции. Тут в этом большой плюс, в этом нет денег, но в этом есть позиция, и в этом есть свобода. Мы к чему все шли, там и остались при своем. То есть мы говорили, ну, то есть все логично, то есть мы говорили, мы продолжаем говорить, они не говорили из-за цензуры, они и не говорят. Многие из-за того, что они в целом просто не шутят никогда на такие темы, и это тоже ок, я считаю, не шутить, ну, быть семейным комиком, ну, окей, кто мешает и продолжать быть семейным комиком. А мы всегда высказывались именно на актуальные какие-то резонансные события и на то, что попытались подчеркивать проблемы, и сейчас мы понимаем, какие проблемы подчеркивать. То есть для меня вообще нету такого удивления. Мне, я вообще, мне, не знаю, составь список тех, кто уедет, и тех, кто останется, я думаю, я бы все угадал. Я вот когда слышу слово трофей, я сразу себе представляю, как мой дед во время Второй мировой войны вступает в рукопашную схватку с немецким офицером, одолевает его и в качестве трофея забирает себе его наградной нож. Вот это трофей, то, что ты добыл в бою. А сейчас трофей, это когда ты заходишь с оружием в дом к беззащитным мирным жителям и такой О, ортопедические стельки, беру. Из комиков я мало знаю, кто поддерживает. Только Стас Старовой этого я знаю. Чувак просто поехал, как мне кажется. Он в буквальном смысле поехал, поехал, типа, играть на гитаре и поехал, ну, ментально. Я думаю, вообще, я обалдела. Это, конечно, наверное, это круто, то, что он поехал. Это тоже жест. Петросян тоже поехал, тоже там. Ну вот прикиньте, как грустно быть российским солдатом. Ты, блин, ты, ты в отвратительных условиях тебя кинули просто на мясорубку. Ты, возможно, ты не хотел этого, и к тебе еще Старовой там с Петросяном приезжают. Господи, какой кошмар. Я иногда натыкаюсь на видео, которые сейчас выходят на Ютубе, свежие видео новых сезонов, например, стэдапа на ТНТ, и там темы из разряда «Что делать, когда там девушка к тебе пришла в квартиру?» Типа вот такие там темы. И мне это немножко, ну, так, ну, как сказать, кекаю внутри себя, Абрамов давно снял про кибербуллинг, вот из-за скандала, который вокруг него был, и вот он вышел уже во время войны, и меня почему-то так это ну, рассмешило как-то, знаешь, что-то как нервный смех, что мы там выпускаем какие-то там, против, там кто-то там, что-то про войну, кто-то какие-то, знаешь, первый контент наш пошел, вот этот, по повестке, тут Иван Абрамов, кибербуллинг, я такой, вообще как сейчас это неважно. А скажи, может быть, было какое-то глобальное изменение в мире, которое затронуло миллиарды людей, которое привело к изменениям жизни на всех уровнях, от межличностного до международного? Не знаю. Но надо еще сказать, то что я ни в коем случае не осуждаю комиков, которые в нее высказались, потому что я, я знаю то, что я знаю, что у них на душе, я знаю, какая у них делима в душе, и не всем так легко дается этот вопрос о резкой смене жизни, вектора жизни и всего прочего. Любая травля несправедлива, и когда формат вот этих оскорблений из-за того, что ты не высказался, перерастать в травлю, я уже не могу это назвать справедливым, это плохо. Но я могу понять, почему тем, кто более популярный, прилетает больше. Вы стали популярными, вы очень постарались, вы молодцы, но вместе с тем, с вашей популярностью, с ней приходит большая ответственность, как говорится. И я понимаю эту претензию, потому что ты рупор, у тебя большая аудитория, ты можешь влиять на эту аудиторию, ты можешь вносить какой-то вклад. И фанаты этих людей, я понимаю, что они в замешательстве, они верили в этих людей, они реально их любили, они ходили на их концерты, продерживали их. И сейчас, когда им нужна обратная поддержка, они ее не получают. Я могу понять, я их совершенно не могу понять. Мне, наверное, просто хочется выразить респект тем, кто остался, но продолжают все равно как-то, как может гнуть свою линию, а вот такие ребята есть. В этом плане они сильнее, я считаю. Вот мы уехали, вот мы с тобой уехали, например, и мы такие, ну все, мы вообще в другой атмосфере, у нас тут горы, у нас тут тепло, у нас тут никто не посадит, если мы выйдем просто там с флагом Украины, или с поддержим Украину. А чувакам приходится вот с этим внутренним багажом выходить в этот внешний мир, где вообще все против, и при этом пытаться что-то делать, поэтому им респект, нам дисреспект получать. Все пристали к ребятам из «Что было дальше?», но у меня вопрос, почему молчит Хазбек? Хазбек постоянно рвется в бой, показывает, какой он смелый, но где он сейчас, когда его голос так важен? Я уверен, Абду Розик на его месте, если бы был гражданином Российской Федерации, высказался бы. Мне очень сложно рассказывать те шутки, которые были написаны до, потому что уже, когда ты смотришь через призму вот этого случившегося, на то, что тебя волновало, ты же знаешь, когда ты пишешь какую-то шутку, какой-то разгон, это тебя волнует на данный момент, когда ты рассказываешь, это тоже откликается в тебе, для тебя это что-то важное, ты это рассказываешь, а сейчас мне вообще так не важно все, что я тогда придумал, все вот эти проблемы, какие-то там отношения, что-то там еще, что-то там болит, что-то там травли какая-то, ну вообще просто плевать. У меня был разгон про, например, VR-очки, что у меня там появилась вот эта Oculus 2, и про них, и как там порнуху у них смотреть, например, и я такой думаю, а зачем, ну вот меня вообще сейчас не парит абсолютно, я не могу выходить на сцену и про это сейчас рассказывать, потому что это вообще, ну зачем вообще? это шутки, которые придумываются вот уже здесь и сейчас, мне нравится это рассказывать, потому что я вижу, что я, во-первых, свою потребность внутреннюю закрываю, потому что не было возможности и не было бы, я думаю, вот там бы я не могла бы, сейчас я могу, у меня от этого классно, и видеть реакцию людей тоже круто, потому что видишь солидарность и какую-то общую, какую-то идейность. Ну, если честно, вот наш прикол, мне кажется, стендап-клуба всегда был в том, что мы никогда и не ставили себе, мы ставили рамки только внутренние какие-то, мы самоцензуру только делали, я думаю, нас из-за этого люди и смотрели всегда, потому что мы шутили всегда про такие вещи, про которые многие боялись шутить, так что для меня не было какого-то перехода резкого. Причем, когда мы говорим про юмор время войны, надо понимать, что даже в этот период у каждого внутри есть какой-то цензор, который, ну, я, ну, не могу, нет такого, что кто-то шутит про войну, я такого не слышал, потому что, ну, не знаю, кому смешно, это как-то, это прям ужасно было бы, но в основном все шутят про то, как они переживают этот опыт, потому что для всех это личный, вообще какой-то хаос и про тех, кто эту войну, соответственно, развязал и про то вообще им огромное спасибо единственное за то, что они вообще не перестают творить херню и ты не перестаешь реально каждый день про это что-то, даже шутить не обязательно, просто можешь читать то, что там Захарова сказала, что что-то там еще эта женщина с Ю-Улеем на голове сказала. Если бы за шесть часов не был нанесен какой удар? Историй! Превентивный удар по позициям. Сколько у всех позиций? Штыр! Штыр позиций! Прикинь, какая может комедия сформироваться? Вот чем же замкнутие и закрытие общества и чем жестче условия, тем более интересно формы комедии появляются. Вот я жду, что, наверное, что-то вот такое будет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...